здравствуйте друзья доброе утро доброе утро я рад вас приветствовать сегодня у нас зале сидят партнеры у нас такая партнерская конференция сегодня весь день мы будем вместе работать и у нас больше 8000 ожидается сегодня человек в онлайне вообще это количество во многом говорит об интересе который есть у людей к пониманию вообще с чем мы имеем дело что такое gpt что такое нейронки как этим пользоваться и об этом мы сегодня будем с вами говорить и наш доклад он посвящен двум вещам мы с одной стороны хотим рассказать о том что такое феномен g5 но мы решили учитывая вообще текущий контекст представить новую версию продукта или части нашего продукта битрикс24 который будет представлен доступно в самое ближайшее время но мы хотим сегодня раскрыть немножко карты и показать как это будет устроено давайте начнем итак рассказывая о g5 наверное есть смысл говорить и задать самим себе вопрос не является ли все это хайпом или ну каким-то очередным мыльным пузырем мы уже пережили с вами взрывы биткоина или не знаю там nft нам обещали что каждый утюг у нас будет скриптой что только не происходило в нашей жизни но обычно любая история проходит какой-то пик интереса и все в итоге приходит к реальному фактическому использованию и мы сегодня попробуем проскочить этот момент хайпа и популизма и попробовать говорить реально о бизнесе как оно все устроено и я наверное хочу сказать что мы подошли к этой конференции уже с реальным практическим опытом в нашей компании и готовы даже будем делиться с вами в дальнейшем где-то свистные мы начали использовать g5 внутри компании причем вы знаете это очень было забавно планерка ты уже сам чему-то там научился но еще только так думаешь что научился и ты собираешь всех и говоришь и так ребят понедельник вот давайте в следующий понедельник вы расскажете кто как использовал g5 своей работе и первый месяц даже два это все не только отрицание а как бы обвинение ты ерунду придумал и ерунду заставляешь изучать и и потихонечку потихонечку мы начали использовать в одном втором отделе потом ребята стали делиться этим опытом со своими коллегами потом пошли инфицировать соседей и соседние отделы и требовать и все это в итоге пришло к тому что сегодня без этой технологии сотрудники уже не очень-то и хотят работать потому что это хороший способ получить неожиданный результат который бы никогда не пришел например мне в голову у аишек совершенно другое вообще восприятие они не знают моих процессов поэтому могут мне посоветовать какие-то неожиданные идеи которые я сам никого не генерировал разговаривая с директорами компаний я обнаружил очень странный эффект я их спрашиваю а почему вы не внедряете у себя нейронки и а знаете какой самый ответ был частый а я вообще не понимаю как они работают я не знаю с какой стороны подступить фактически вы всегда становитесь зависимы от какого-то эксперта который вам что-то объяснит и мы решили в начале этого доклада сделать очень короткую простую объяснение вообще как устроенные нейронки как их обучают вам надо просто расслабить сейчас свои белковые нейронки и попробовать все это послушать как вообще все начиналось вот мы с вами люди у нас есть нейроны люди примерно и ученые это уже неплохо знают есть входящие какие-то у нас провода дав наш нейрон что-то внутри по наличию каких-то сигналов он перерабатывает и передает сигнал дальше или нет казалось бы вот такой вот простой элемент может стать основой для построения больших нейронных сетей и у нас с вами в голове множество таких сетей есть одна которая распознает образы и классифицирует другая которая синтезирует речь которая отвечает за ходьбу мы пользуемся большим количеством нейронов причем они обучаемы вы знаете что есть обучение положительным подкреплением а есть с отрицательным и ученые еще спорят какой из них более эффективно и к чему она в итоге приводит но в любом случае мы с вами уже давно эксплуатируем только белковые нейронки ну и какая-то группа программистов села подумал так слушайте давайте мы сделаем программный нейрон он в общем очень похож у нас есть какие-то входящие сигналы что-то внутри там функция делает и в зависимости от этого значения передает дальше сигнал или нет окей собрали сделали некий входной слой предположим это наши вот эти сенсоры да которые у нас первые нейроны на которые поступает вход есть какие-то скрытые слои она там бывает иногда очень сложно и не будем усложнять все и есть на выходе какой-то ответ ради которого мы все это дело затеваем и так программные нейроны объединили в некую программную сеть пока это все программа и внутри вот этих кругляшков как и в обычном нейроне стоит какая-то функция в изначальном значении которая что-то должна нам отвечать вот так программируется вернее создается нейронка самый главный момент ради которого все это объяснение она для того чтобы объяснить что такое процесс обучения нейронки изначально она ничего не умеет мы должны ее научить давайте попробуем смоделировать нейронку очень простую которая будет нам выдавать кредиты для этого нам нужен датасет что такое датасет это набор данных для нейронки для ее обучения он содержит всю информацию которую мы можем собрать о тех людях которых мы предположительно будем скорить и выдавать им кредиты фамилии имена отчества дата рождения и другая 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 информация все это делается для того чтобы нейронка научилась понимать а можно этим людям выдавать кредиты мы берем миллион записей которые мы уже знаем как отработали мы знаем вернул ли кредит конкретный человек или не вернул забираем оттуда 900 тысяч записей и начинаем обучать нейронку на то чтобы она отвечала также как и произошло в жизни клиент вернул или не вернул очень важный момент обучение нейронки происходит на уже состоявшихся данных то есть уже были выданы кредиты и уже мы знаем результат вернули или не вернули это кстати вот как раз коммуникациях с директорами я объяснял подумайте что у вас есть данные потому что мы дальше поймем как происходит обучение и так берем очень простую нашу нейронку на вход поставляем иванов петров сергеевич там дата рождения все 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 данные запускаем ее сигнал смотрим на выходе она говорит не вернет по нашей таблице проверяем написано вернул и мы ее наказываем ну ладно хорошо хвалим говорим переучивайся и она будет крутить столько вот эти внутренние циферки параметры функции для тех пор пока не сделает правильный ответ ладно берем вторую строчку из нашей таблицы известной подставляем прогоняем и теперь уже добиваемся чтобы и первое и второе соответствовало правильному и так далее до вот наших самых 900 тысяч и мы говорим хорошо мы научили эту нейронку мы считаем что она хорошая теперь мы запускаем контрольную работу на 100 тысяч данных 100 тысяч данных чтобы запустить контрольную работу и проверить что нейронка действительно обучилась и на вот этих 100 тысяч строк мы делаем проверку этой нейронки если она действительно во всех 100 тысячах подтвердила или с высоким коэффициентом точности а у модели появляется коэффициент точности вот она с 99 и 80 процентом говорит что человек либо вернет либо не вернет кредит и мы считаем что нейронка обучилась и теперь вы понимаете когда видите объявление что выдаем кредит за пять минут что это означает ты приходишь даешь все данные они вбивают их систему и дают ответ причем они очень часто не могут объяснить почему они говорят да или нет со мной тоже был такой случай я как-то понял что я не знаю ни разу в жизни не брал кредит я пришел и говорю хочу взять кредит мне там вот я куплю вот эту штуку хочу посмотреть как у вас идет выписка отлично это был банк мы сели она внесла все данные спросила доход удивилась говорит зачем вам кредит я году хочу вас потестировать ну ладно она все вбивает потом так на меня смотрит говорит к сожалению вам отказано подождите но я я могу даже сейчас его показать дайте мне кредит я хочу понять как это работает потом уже с другом разговаривал он говорит ну нет конечно мы тебе не дадим ты говорит плохой кредит этот заемщик потому что ты же побаловаться ты будешь регулярно не возвращать а для нас каждый звонок это убытки в общем наша нейронка на тебя не обучена по графе какой-то я не прохожу и так вот так она все очень просто обучается ну давайте попробуем вот уже не так подробно объяснить как происходит обучение например распознаванию картинок кстати немногие из вас знают что в телефоне например там в айфоне можно написать код кэт и вы найдете все фотографии с котом вы представляете ведь что он понимает да что на фотографиях написано как это делается берем фотографии то есть вы уже понимаете нам нужен набор фотографий с разными типами животных в которых люди сели и написали на этой фотографии находится код каменная стена осенние листья я бы еще дописал ошейник что-нибудь еще и так набираются миллионы фотографий это называется датасет для обучения потом он прогоняется через нейронку и если там не окажется жирафа то как в мире в мир дикого запада нейронка будет говорить это ни на что не похоже потому что вы ее этому не учили и это все мы рассказываем для того чтобы понимали что чудес не бывает какой взяли датасет на чем учили такую нейронку вы в итоге получите и то же самое происходит в медицинских учреждениях берется огромное количество фотографий людей прогоняется через нейроны диагнозами да где сделали нормальные люди они полностью проверили этот диагноз загоняется в нейронку обучается и теперь мы имеем возможность на выходе уже более простому сотруднику дать возможность использовать нейронку как некого помощника который поможет ему сделать правильный диагноз при пациенте и теперь будет от вас зависеть как вы будете пользоваться этой нейронка как основным диагностическим инструментом как дополнительной проверкой либо как ассистент и когда мы говорим с вами о gpt мы тоже говорим о нейронке большой сложной разноплановой немножко отличающийся по архитектуре но самое главное на чем она обучается обучается она на всех текстах на миллиардов книг которые мы написали на материалах которые есть в сети научных работах статьях на чатах переписках и диалогах поэтому всегда говорят у фейсбука например хороший датасет ему есть на чем обучать или например у гугла огромный объем данных open ii сам индексирует сайты получают доступ к библиотекам потому что все это направляется во входные нейроны дальше все это обучается миллиарды операций для того чтобы для этого как раз нужны кстати мощные процессоры переработать огромное количество циклов обучения и на рынке на самом деле появляется достаточно большое количество нейронок готовых нейронок это нейронки от яндекса это нейронки от сбера в виде гигачата это нейронки lama 2 и так далее и на рынке будет становиться все больше и больше в каком-то смысле я считаю что мы смогли вам объяснить как работают нейронки на мой взгляд с точки зрения директора не принципиально важно если у нас нейронка идет ли подкрепление с обучением или происходит обучение вот по таким принципам тут уже специалисты вам смогут детальнее говорить но вы как партнеры или вы как предприниматели вы должны понимать что у вас есть внутри компании где вы можете эти данные взять обучить нейронку и получить автоматизацию тех или иных процессов это конечно еще раз упрощенное описание но тем не менее многие слышали сам термин чат gpt и в чем состоит эффект рассказывают байку знаете многие истории становятся легендированными ребята рассказывают что они думают как-то неудобно с нейронкой общаться давай мы к нашей текстовой нейронки прикрутим чат и сделав такой чат они как говорят утром проснулись известными потому что оказалось что людям невероятно удобно и очень просто и понятно написать какой-то запрос ну например объясни как работает нейрон получить вот такой длиннющий ответ а потом сказать нет слушай объясни очень коротко и получить вот такой вот ответ понятный достаточно умный но здесь опять же еще раз мы будем возвращать на каких данных происходило обучение кстати чат gpt всегда говорит наконец 21 года по-моему да они говорят это значит если материал был 22 или в 23 создан его там еще нет либо он вообще мог быть не заиндексирован но и второе преимущество чата это возможность продолжать диалог и это прям прорыв который произошел в рамках использования такого диалога вы задали вопрос получили ответ и в отличие от гугла вы можете его уточнять улучшать и нейронка будет возвращать ответ помня о том что вы задавали ей в самом начале самый удивительный эффект с которым мы столкнулись что люди попробуют gpt а потом говорят это ерунда почему вообще такой эффект происходит у нас нет с вами опыта общения с такой компьютерной системы мы с вами привыкли что вообще системы ровно точно выполняют те команды которые мы хотели им сказать это в программировании где бы то ни мы даже в поисковой системе в общем-то и не на не на настоящем языке общаемся мы делаем какой-то очень странный язык псевдо запросов и поисковые системы под это подстроились и они нам не на языке в отвечают отвечают набором ссылок здесь же мы имеем место совсем с другой системой которой нужно обращаясь говорить много дополнительной информации человеческим языком это звучит очень странно и в этом состоит эффект первого обычно неприятия gpt систем потому что нет опыта что нужно чтобы поговорить вообще же 5 получить какую-то нормальную пользу нужно много деталей нужно например сказать роли я директор по маркетингу или давай представь что ты директор по маркетингу представь что ты не знаю к кинокритик дальше сказать контекст то есть объяснить о чем бы мы вообще с вами хотели поговорить какие-то детали подробности что мы хотите в результате например дай мне три конкретных совета или дай мне развернутую статью в 15000 символов и вы знаете в чем эффект она же поймет когда вы скажете не менее 15000 символов и на строчит реально большущий документ то есть вот такого опыта сказать словами и тебя понимают мы раньше имели опыт только с белковыми нейронками хорошо работает когда вы дополнительно даете некие примеры на которых нейронка может вас более детально понять и это тоже хорошо срабатывает на выходе и таким образом происходит работа ты директор по маркетингу ресторана итальянской кухни придумай нестандартную идею и так далее это обычный сценарий сотрудника которому необходим некий ассистент и по сути первое применение с которым мы чаще всего сталкиваемся в g5 люди вдруг обнаруживают что в их распоряжении есть довольно разговорчивый ассистент который слушает все что ему говорят делает то что ему говорят и дает в очень оригинальные советы причем он оказывается компетентен в довольно большом количестве вопросов давайте немножко подробнее поговорим вот этот prompt вы будете часто встречать еще этот термин он состоит в том что вы пишете некий текст или запрос которым обращаетесь g5 сети и чем больше данных вы дали сети чем больше и подробнее вы описали что вы от него хотите тем точнее ответ который она вам отдаст и мы уже обещали что будем показывать как мы реально используем и мы хотим вам показать prompt для статьи сейчас мы раскроем секрет вы узнаете как пишутся статьи на нашем в нашем журнале володя новожилов делится промтом его можно стать и скринить он вам пригодится вот это как-то не поворачивается язык назвать это программой до для g5 это некая инструкция мы говорим представь что ты эксперт по автоматизации и серым для жилищно коммунального хозяйства да 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 дальше написать статью нужно в инфостиле ильяхова не знаю кто это но видимо володе нужно он хочет лениться и чтобы статья была в правильном формате простым лаконичным языком без канцеляризмов и дальше дальше советы потом например цели внедрения уточняет и статьи использую ключевые слова вы знаете он еще посел не забыл просел да да он еще просит чтобы она использовала такие-то слова ребят у нас никогда с вами под рукой не было системы которую мы могли бы программировать в такой манере мы ее программируем человеческим языком на выходе мы получаем статью которую ну вообще мы как бы всегда советуем не берите напрямую текст вы должны все-таки его посмотреть почитать но приведение этого текста в порядок и использование занимает 15 минут если вам не понравился стиль вы например возвращаетесь к промту и говорите хорошо напиши стиле юнга и вы получите совсем другой контент за три минуты быстро поправить и получите готовый работающий материал отлично работают система для юристов они подготавливают документы и делают их работу достаточно простой и быстрой вы можете использовать какие-то места в стройке где меняя некие слова на другие просить законы адаптировать адаптировать статью для других действий здесь договор у нас для купли-продажи мы можем добавить суда для развода будет договор для развода условно и будет таким же образом вы получили написали промт получили договор купли-продажи есть промты для генерации кода вот как бы последнее во что я верил то что можно будет программистам помогать в этой истории я не разбираюсь полностью в питоне начал набирать это было в самом начале начал собирать с интернета какие-то куски чтобы создать промт промт избыточный но он дает возможность чтобы система давая ответ дала мне требования к ответу показала рассказала какие системы ретную бизнесовую задачу решила тезе тезе я могу менять но система знает уже о том что я хочу промт под питон код могу его использовать это очень примечательный пример тебе нужно принять роль питон программиста дальше дальше идет потом используя технологию питон больше либо равную 310 версии целевая вот это все вот идет промт а потом техническое задание и только его мы можем потом менять как сказал жень петриченко там руководитель нашей мобильной разработки нет нет ну конечно большое ядро ему не на не позволю еще писать а вот иногда мне нужно там данные переработать вот из одной в другую структуру и мне конечно лень программировать я тогда иду g5 говорю слушай вот у меня есть данные вот вот еще есть данные напиши функцию вот на вот этом чтобы быстро получилось одно из другого и он говорит я фантастически экономлю время или например готовую функцию в дальнейшем закидываю прошу получить документацию получаю документацию чат gbt ответила она дала не просто план работ и данные которые она будет использовать она дала код который в принципе запустился и система на вход получая файл графический распознавала его и выдавала какой текст написан на этом файле в принципе я вот этой истории повторил простенькую аишку которая встроена в ваши телефоны когда мы выделяем некий текст на изображение она его превращает в текст вот то же самое сделал этот код в принципе мы не очень далеко от ситуации когда нейронка будет создавать код для другой нейронки обучать эту нейронку и получать на выходе новые функции которую ей не хватает напишем промты здесь будет немножко примеров когда мы показываем как это работает давай действую как юрист состав пользовательское соглашение с использованием куки и так далее соглашение большое но достаточно сложная его не так просто читать и она вообще люди его не читают но иногда нужно сделать выжимку и объяснить людям а зачем вообще все вот это и ты просто уточняешь действую как маркетолог объясни обычному пользователю условия этого соглашения он берет соглашение делает выжимку и говорит вот так это все выглядит когда мне нужно было объяснить на сайте клиенту для чего используются куки и с чем конкретно он соглашается эту выжимку из юридического соглашения делала я я помню какое количество времени у меня на это ушло и теперь когда капилот это делает за меньше чем за секунду для меня это выглядит как магия люди когда понимают вот это удовольствие от того что с них сняли кучу рутинной работы им нужно только поправить текст они начинают совершенно по-другому использовать систему но разные нейронки требуют немножко разного промта вы используете гигачат вы можете создать промт который будет адаптирован под гигачат и он будет идеально подходить и давать именно тот результат которое вы ожидаете но переключившись на другую нейронку предположим на яндекс вы уже меняете этот промт и вы видите что он стал немножко другим потому что яндекс по-другому обучен по-другому работает с вами и выдает информацию ту же самую но уже с немножко другим припромтом и по сути можно сказать что человеческий язык становится неким универсальным языком общения между разными нейронками когда и между людьми между белковыми нейронками и между цифровыми нейронками происходит обмен тем самыми языковыми про промтами давайте немножко посмотрим на что способны нейронки и вот здесь генерируя изображение мы на самом деле использовали gbt для создания промта для генерации изображений мы в нем попросили создать промт закинули этот промт выбрали интересные кадры визуализировали так как нужно и получили в конечном итоге тот результат который хотели и уже много генерации и картинок и видео и в том числе даже музыки и мы попробовали немножко создать музыку нашли нейронку которая генерирует создали промт и попробовали посмотреть а что же произойдет если она сделает эту музыку и получилась такая мелодия честно говоря мы пока еще так себе музыканты потому что как с любыми промтами с ними нужно научиться потому что я например смотрел однажды промты фотографии как делаются фотографии и создатель промта дописывает используй объектив вот такой и нейронка делает портрет сразу создавая его так же как и музыкальная история но с чем секунду давайте я сейчас небольшое сделаю про 1 есть отличная нейронка которая показывает вот сейчас послушайте сначала русскую речь интонации голос а потом послушайте что с этим текстом сделает нейронка всем привет мы выпустили релиз и я продолжаю рассказывать про новинки и так мобильная crm конечно никакого кружочка мне не хватит а теперь результат hi all we launched a release and i keep discussing the new features therefore mobile crm of course no circle will be enough for me to tell about all it's possible ну кстати вполне нормально вполне себе и когда мы первый раз опубликовали такие нейронки у нас внутри я вообще думаю слушайте ну ничего кати так отличный язык нормально подкачала на самом деле интонации голос у тебя полная иллюзия что английский язык в идеале у нас находится начали появляться первые результаты исследований вышло исследование от гарвардовского университета которая говорит что нейронки эффективны и эта эффективность сорок три процента не оставили строили qr-код сейчас ученые конечно будут много спорить на тему полезно это не полезно разучимся мы писать на разучимся мы генерировать сами текст или будем только править но мы еще об этом поговорим ну сорок три процента кажется просто какой-то фантастикой в ряде профессии или в ряде дисциплин это невероятно невероятный буст производительность и существует множество областей в которых gpt сетки очень хороши их можно много перечислять и можно много примеров рассказывать и конечно мы как битрикс24 с нашим лозунгом помогать бизнесу работать мы не могли пройти мимо с одной стороны мы интегрируем много инструментов у нас есть и совместная работа и серые мы задачи и проекты сайты автоматизация и мы сели и начали рассуждать давайте придумаем где в каких сценариях может работать g5 могут работать такие технологии для того чтобы принести пользу компании и сегодня мы впервые представляем как выглядит и будет работать копилот составе битрикс24 и битрикс24 копилот мы сегодня представляем бету то есть он еще пока не выходит в общий доступный сценарий тем не менее это технология которая используется внутри это gpt и сегодня мы покажем целый ряд сценариев и будут просто фантастические сценарии это прям реальные бизнес и бизнесовые способы использования как все это выглядит первая история с которой наверное есть смысл начать и не случайно чат стал основным сценарем который больше всего и проще всего понятен людям это чат с копилотом у нас появляется отдельный элемент в чате у нас есть правая панелька и там в любой момент любой сотрудник может обратиться к копилоту и начать с ним коммуницировать например нужно придумать рекламную компанию это сотрудник отдела маркетинга что происходит следующее мы нажимаем на копилот открывается чат классический обычный чат все пожалуйста давайте будем коммуницировать с копилотом и мы научились с ним работать мы ему говорим ты опытный маркетолог придумай нам рекламную кампанию для нашей мебельной компании и мы получаем тексты дальше идут уточнения которые человек может говорить в этом смысле учет контекста играет очень важную роль да мне нравится пункты 37 и 9 идей возьми их за основу и придумай еще 10 идей кстати я чаще всего использую копилот именно в таких сценариях то есть я сажу и начинаю мечтать мы начинаем обсуждать мы придумывали название продукт на сценарии обсуждали какие-то разные кейсы и это выглядит вот именно так мы начинаем разговаривать с ним используя его как соответствующий ассистент ассистент хорошо работает на самом деле сценарий критики ты даешь какой-то текст какую-то статью какую-то свою идею которую нужно покритиковать и он отлично начинает выступать как критик он говорит какие есть за какие есть против внутри этой идеи тем самым задавая ему дополнительные вопросы или разговаривая с ним ты можешь улучшить свою идею которую можешь воплотить физический бизнес это прекрасный сценарий зачастую он очень хорошо работает ну например мы переделали статью но у легаси project наш нам казалось статья идеальная пять человек ее вычитали мы взяли эту статью закинули в копилот и говорим покритикуй чтобы ты дополнил если ты читатель вот например вот в такой роли там руководитель компании и советы его были прекрасны мы использовали эти советы улучшили свою статью и использовали соответствующий материал когда мы включили у себя внутри компании чат то использование наших нейронок внутри нашей компании выросла на 200 процентов следующий сценарий который хотелось бы показать копилот в ленте очень много материалов мы создаем непосредственно когда пишем сообщение либо работаем с комментариями и у копилота есть оригинальное представление нажимая пробел в любом месте нашего продукта где вы работаете с текстами появляется дополнительная панелька где вы можете выбрать готовые припромты которые мы уже для вас оптимизировали и сделали их идеальными вы можете выбрать версию той системы с которой вы хотите работать в данный момент выбрана gbt рано продолжить мой текст написать пост продолжить идею на тему предложить перевести кстати вы с легкостью переведете на любой язык в одну или в другую сторону сделать данные длиннее сделать короче исправить ошибки кстати поддержка у нас активнейшим образом использует исправь ошибки и стилизуй то есть у тебя есть готовый ответ но вот этот вот весь политез писать ну как бы довольно сложно они берут его переделывают в итоге получают идеальный аккуратный красивый результат но если вы набрались опыта и считаете что вы сможете сделать свой хороший промпт вы можете в строке набрать просто то что вы хотите от gbt и она для вас сделает вашу работу и в итоге вы получаете текст вы можете его использовать редактировать вставить и дальше работать с этим материалом все пост готов есть еще один обалденный сценарий который вот лично мне очень сильно нравится мне много постов ребята мои которые работают внутри моего отдела публикуют я должен их читать я должен хватить не забывать хвалить своих ребят и это дает мне возможность сделать это более красиво более качественно чтобы ребятам было приятно о том что они не зря выполняли с работы люди стали мы же на себе экспериментируем люди стали говорить слушайте а вы не могли бы помечать сообщение написанное копилотом мы хотим знать кто меня на самом деле похвалил похвалил руководитель или похвалил меня копилот пока мы воздерживаемся от таких меток но ну даже если мы начнем помечать они будут в чате потом будут копировать все равно это не получится и основная идея что везде в дальнейшем люди будут использовать такие технологии наверное одна из самых популярных историй это выделение главного все спешат никто не хочет читать сейчас это пока сделано на скаментах есть прям такая выдели главное из большого многостраничного документа может получиться два-три абзаца в которых будет изложена суть и это невероятно экономит время мы скорее всего даже сделаем отдельную кнопочку а может быть прямо возле поста вот когда ты публикуешь пост сразу будет главное копилот и там две строки которые объясняют уже вообще говорить здесь не о чем все равно нужно делать мне кажется мы конечно входим в историю новых коммуникаций между людьми потому что появился копилот но одна из самых наверное простых и очень понятных нам историй это голосовой ввод и мы его очень используем и будем рекомендовать его использовать вам привет представь что ты директор по маркетингу предложи мне 10 не банальных идей рекламной кампании для системы управления проектами целевая аудитория мужчины малый и средний бизнес предприниматели это текстовый ввод он подставляется дальше генерируется и вот так собственно происходит диалог ты нажимаешь и садишься говоришь и так давай представим да не забудь да еще нет вот сделай обязательно вот такую штуку только долго не отвечает да издавай немножко шуток добавь чтобы как минимум там шуточка на абзац и это хорошо проходит и вот так вы в дальнейшем можете коммуницировать с копилотом по нашей статистике самые важные самые популярные сценарии которые используются внутри нашей компании это выделить главное и похвалить так но это мы с вами работаем с текстом а есть еще один сценарий уникальный сценарий это копилот задачах ну как бы мы все ставим задачи для чего можно конечно для использования для работы с текстом но как показывает опыт хуже всего людям дается декомпозиция задачи создание чек-листа и мы внутри копилота сделали возможность не просто подредактировать поправить текста говорить вот слушай вот такое задание вот такая задача составь чек-лист и копилот тебе составит чек-лист как тебе реализовывать данную задачу дальше тебе собственно остается ну видите мы тут еще вам со сковородки буквально блины сняли потом этот текст не надо будет удалять там все будет чуть-чуть по-другому потому что у нас это тоже своего рода бета но вот он ваш чек-лист дальше вы с работаете выполняете раздаете задачи и каждый раз мы говорим слушайте ну не надо критиковать копилот за то что он например из 10 пунктов ошибся в одном возьмите поправьте его прочитайте и поймите о чем вообще идет речь и что вам предлагает копилот копилот задачах невероятно экономит время помогает новым даже опытным сотрудникам выполнять свои задачи быстрее и контролировать но возникает другая дилемма теперь возникает вопрос такого хорошего сотрудника нанял или он просто отлично пользуется копилотом это конечно серьезный вызов для нас но самый крутой сценарий который у нас получился когда мы готовились к этому релизу это копилот внутри crm в чем самая большая проблема у вас есть сотрудники они разговаривают по телефону телефонные звонки по нашей статистике это 7 15 минут после этого его еще нужно обработать а давайте попробуем заставить нужно еще раз прослушать и самые 7 15 минут ты же во время обычно не успеваешь занять ты должен его переслушать и на это уходит еще примерно полторы единицы времени от того что есть этот сценарий мы вообще даже не очень верили что он получится но получился фантастический по порядку да запускаем копилот приходит входящий звонок сотрудник поговорил пообщался положил трубочку послушайте здравствуйте магазин мебели меня зовут алина слушаю вас здравствуйте я бы хотела заказать у вас диван а нужен угловой мне нужен угол справа да мы присмотрели зеленый износостойка у меня дома коты здесь мы просто упоминали некоторые поля вот уже проведено много экспериментов на реальных разговорах причем люди возвращаются по дороге так нет я все-таки передумал пока с вами разговаривал я хочу все таки взять красненький давайте да обязательно с круглыми краями они все вот это вот обсуждают и это был на самом деле прям для нас какая-то непостижимая история мы взяли сложный телефонный разговор где человек три раза менял свое мнение в конечном итоге он в середине ближе концу разговора говорит окей меня все устраивает мне нужен второй вариант он даже не упомянул то что он хотел заказать и система это поняла распознала и выбрала тот вариант который клиент именно хотел как отрабатывает копилот сейчас мы дальше расскажем он автоматически анализируя текст разговора заполняет вам всю карточку crm всеми теми полями которые существовали внутри разговора и на это уходит буквально несколько минут давайте все таки мы уже сегодня не про чудо я конечно обожаю вот эти черный бокс там чтобы не понимали как это устроено но мы объясним как это работает работает это так сначала мы делаем распознавание из голоса в текст делаем подробную текстовую расшифровку потом делаем резюме выжимку потому что она нам нужна дальнейшего анализа и следующим этапом мы раскидываем поля то есть ту нашу выжимку весь диалог мы раскидываем по полям и автоматически заполняем карточку crm но вообще бомбический сценарий мы даже решили сделать расчеты базовые ну мы уже говорили примерно там в два раза там полтора два раза дольше приходится анализировать менеджер делает 10 звонков в среднем там по 300 минут день и стоимость рабочего времени мы посчитали тут из расчета 100 тысяч рублей получает у нас менеджер по продажам копилот ту же самую задачу по раскидыванию еще раз он не заменил у нас продавца он просто усворил его деятельность значительно вот только в этой функции 10 звонков по 15 минут быстренько раскидали в среднем один звонок обходится разбор 10 12 рублей и в итоге вы потратили всего там 120 рублей в день таким образом но тут цифры конечно получаются фантастически в 300 раз быстрее в два за четыре раза дешевле единственное что не надо видеть за этим замену человека мы реально сделали продавца который не тратит время на рутину а занимается только тем что продает и заполнение карточки crm происходит автоматически и вот этот сценарий копилот crm он будет строен ежедневные сценарии он приводит вообще освободит менеджеров для продаж это всегда будет в продажах и это конечно будет выгоднее дешевле с точки зрения скорости обработки и других составляющих копилот экономит огромное количество времени и сил продавца позволяя ему заниматься самым главным мы посчитали что в среднем расшифровка копилот будет стоить 10 рублей в то время как затраты продавца обходятся примерно в 200 просто сравните сравнивать уже к сожалению не приходится и так битрикс 24 копилот пока у нас будет шесть основных точек интеграции не все мы сегодня будем показывать времени у нас ограничено но использование этих технологий играет очень большую роль вообще для компании и мы уже неоднократно слышали вопрос вы знаете даже на плане на последней планерке пришли там руководитель поддержки говорит вы знаете ребята волнуются опасаются что gpt их заменит и этот вопрос есть у многих давайте мы эту тему вообще поговорим есть две точки зрения и наверное правильный вопрос не пытаться пугать не пытаться успокаивать всех а говорить вообще правду она состоит в том что как раньше больше не будет мы изменили весь этот сценарий и как бы бизнес сценарии есть точка зрения и компании человека и самое удивительно что эти точки зрения совпадают если на них посмотреть с точки зрения компании мы видим что бизнесу невероятно выгодно использование нейронок потому что это экономит рутинные истории это меняет рабочие процессы вы можете многие вещи сделать быстрее вы можете сделать людей более профессиональными более эффективными и даже меняются условия найма и кстати уже это произошло в нашей компании от всех своих новых сотрудников я требую научиться за испытательный срок использовать копилот то есть это прямо стоит прописано у меня в критериях испытательного срока и вот кстати по правде сказать сами критерии испытательного срока я тоже составляла с помощью копилота мы спастили наших сотрудников рассказывать о том как вообще у них устроен процесс а если мы посмотрим со стороны сотрудников что происходит люди становятся креативней они больше не хотят делать свою работу рутинную потому что ну это возможность автоматизировать и упростить какие-то функции нету рутины больше в том виде как она есть и что удивительно многие из них становятся профессиональными или я бы так сказал лучшими копиями себя и здесь получается что и люди будут требовать копилот компаниях и компаниям это очень выгодно и сопротивляться против этого ну как бы крайне неэффективно во первых рыночные условия много факторов и мы даже думаем что для людей если компания не будет им обеспечивать копилот нормальный они будут сами себе его обеспечивать и пользоваться им для работы потому что шаг за шагом в резюме будут появляться соответствующие пункты люди будут писать профессиональный промтер я не знаю как назовется это будет названа эта профессия но что-то вообще должно случиться в этом ключе и мы думаем что вы сами больше не захотите работать без копилота также как вы сегодня не захотите работать без компьютера в работе нашего департамента маркетинга мы регулярно используем копилот это умный ассистент для маркетолога который помогает делать работу быстрее и эффективнее так например с помощью копилота мы генерируем название конференций заголовки посадочных страниц упаковываем продукты и пишем посты в telegram покажите копилот вашему маркетологу уверен он ему понравится и и в завершении наверное хотелось привести некую аналогию ну вот раньше до появления компьютеров да у нас были большие залы в которых сидели машинистки которые печатали текст каждый раз их перепечатывали работали с этими документами ну это было так и и на смену этому пришел один компьютер одна клавиатура и принтер и вот вопрос был ли смысл сопротивляться нет не было потому что вообще невозможно остановить такой прогресс нам даже сейчас голову не придет что это как-то неправильно да не получится это невероятно эффективно и вообще большинство из этих людей переучились на компьютерную технику освоили начали этим пользоваться и стали вообще одними из самых профессиональных пользователей компьютеров и в этом наверное и состоит наш тезис нужно не сопротивляться против технологии а нужно возглавлять как возглавлять в компании внедрение такой технологии если вы генеральный директор то вы должны фактически в своей компании на планерке ставить задачи своим сотрудникам вы должны встроить там копилот и сделать его частью ежедневной работы да придумывайте да и разбирайтесь с промтами но будет очень круто если вы и сами научитесь этим пользоваться я сюда летел и знаете теперь как евангелист иногда там встретил старого друга макса зародовского у него сеть ресторанов штук 15 что ли он говорит ну ты мне расскажи что такое копилот я ему сел и начал показывать и наговаривать голосом и он мне вчера прислал он выступает на какой-то рестораторной конференции он прислал говорит ты знаешь я тезисы для круглого стола сделал вместе говорит с копилотом я говорит много нагенерил получил результаты и это работает вот когда директор начинает этим пользоваться тогда и вся компания начнет этим пользоваться и получается в компании вас заменит не копилот вас заменят люди которые будут использовать копилот своей работе на наш взгляд это очень правильный тезис он многое объясняет и еще раз мы за ну как бы прозрачности понимания технологий если вы понимаете вы можете этим пользоваться вы сделаете из этого пользу для своей компании сегодня мы начинаем закрытое бета-тестирование битрикс24 копилот пока это еще технология ну нам требуется еще отладка вот мы уже там тестировали на нашей компании еще на двух вначале рассчитываем набрать наверное десяток два партнеров и наверное с десяток достаточно крупных компаний с одной стороны из десяток тех кто пользуются crm потому что здесь у нас есть несколько важных сценарий которые мы хотим обкатать на живых сценариях на самом деле это очень интересно вы отрабатывать эти сценарии мы вначале когда делали разворачивание внутри нашей компании сценарий саморизации работал не так хорошо и люди жаловались они говорили копилот ответил какую-то ерунду он не сделал нормальную саморизацию статьи мне ничего не понятно и мне нужно читать последние изменения которые мы сделали в припромтах дают возможность настолько хорошо саморизировать статью что даже наташа которая скептически к этому относилась последний раз сказала это бомбически мне больше не нужно читать огромные тексты он делает идеально это мой самый любимый сценарий на данный момент времени это кстати отдельный вопрос а как мы начнем писать дальше тексты если если все их будут суммаризировать может мы сразу будем писать коротко коротко одним словом мы находимся с вами в периоде больших изменений у нас есть отдельный канал для клиентов для партнеров у нас будет еще отдельная закрытая секция мы вам там покажем отдельный телеграм-канал для партнеров где мы будем набирать для об это тестирование это ссылка на наш бизнесовый канал в телеграме это для онлайна подпишитесь пожалуйста и мы будем там задавать вопросы и привлекать компании у которых профиль подходящий нам сейчас я думаю что мы ближайший месяц там два будем проводить тестирование и официальный релиз у нас запланирован где-то на середину ноября и я бы наверное вообще вот подводя итог всему нашему выступлению наверно бы сказал что отвечая на первый вопрос в начале презентации хайп это или изменение на мой взгляд это большое фундаментальное изменение и появление языковых интерфейсов и такой глубины и коммуникации которые мы сегодня можем получить дает нам фантастически выгодные бизнес-сценарии очень многие еще ищут эти сценарии сейчас у нас сформировалось несколько невероятно выгодных очень понятных сценариев где-то это просто текст где-то работа с чатами crm фантастическая или задачи но мы продолжаем над этим работать вот один из сценариев когда письмо например пишут друг мне рассказывал говорит он очень большой активный пользователь gpt он говорит клиент не возвращал деньги мне говорит как-то сложно я вот еще говорит в английский впалает не могу если напишу то довольно грубо как-то получается в общем я написал смысл говорю слушай верни денег они мне очень нужны вот что-то вот такое говорит скомканное сделал и отправил в gpc говорит сделай мне аккуратный на чистом английском и там с британским каким-нибудь вот сделай мне хорошую аккуратную письмо идеально отправил он говорит через два дня мне пришли деньги вот сергей рассказал нам эту историю на следующий день мы этот сценарий добавили в письма спасибо большое коллеги мы рады представить вам новые изменения которые происходят на рынке мне кажется мы отлично уложились по времени михаил да что мы делаем дальше у нас есть три с половиной минуты если вы готовы оперативно ответить на пару вопросов то я готов отобросить их вам давай попробуем да вы вначале говорили что нейронки обучаются и очень четко показали как это обучение происходит допустим у меня есть специфические данные я понял послушал вас и у меня есть массив я могу до обучить эту нейронку под себя как бы очень хороший на самом деле вопрос сейчас есть весь подход состоит в том что вообще игроков которые делают такие нейронки очень немного есть open и ай вот есть сбер который выпускает гигачат яндекс и таких игроков будет небольшое количество но весь вектор и запрос у всех компаний дайте нам пообучать и этот вектор развивается и вообще выпуская копилот мы тут не стали это в презентацию встраивать но мы для себя сформировали концепцию открытого копилота мы считаем что у многих компаний со временем будет свой своя нейронка до обученная их данными энтерпрайзные контракты что-нибудь еще либо вы просто возьмете какую-нибудь лаламу доучите ее и мы будем интегрировать любые ваши нейронки непосредственно в продукт мы считаем что для бизнеса важно использовать одну свою централизованную нейронку поэтому мы сейчас все с вами находимся только в точке начала изменений но мы уже сейчас занимаем вот эту концепцию открытого копилота юра начал даже об этом рассказывать что даже сейчас можно будет выбирать доступные на текущий момент нейронки и использовать их внутри копилота окей и еще один вопрос вы показывали даже в интерфейсах что некоторые возможности копилота доступны по кнопке там сделай мне резюме или покритикует меня например а некоторые нужно писать промтами промты останутся нужно будет им учиться или все будет в кнопках если нужно учиться то как я бы этот вопрос на самом деле разбил на две части есть первая часть вопроса а можно ли будет свои идеальные промты которые я сделал внутри компании сохранить и это классная действительно история мы думали и закладывали сразу что в будущем можно будет сохранять промты назначать их конкретным сотрудникам чтобы они выполняли то есть садится руководитель через наш маркет да и выпускать их через наш маркет обязательно и вторая часть вопроса это вот как раз давай заново первую или вторую 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 хорошо можно ли будет как-то обучиться промтом где мне этому учиться как как я тут намекал что тебе вопрос на самом деле слушайте очень много сейчас и желающих учить и вообще небольших курсов но все таки это не квантовая физика ребят мне кажется нам надо вам надо пробовать вот надо садиться просто и разговаривать надо смотреть потом начинать подсматривать на какие-то истории и довольно быстро этот навык станет навыком обязательно появится литература появляются онлайн-курсы есть так я вам намекал как раз на мишу потому что мы с ним обсуждаем сейчас что мы готовы сделать ну не полноценный большой курс но такие рекомендации в минимальном формате чтобы начать и стартовать да хитрицы вопрос подвох нет нет я даже не думал спасибо большое коллеги отлично вам конференция спасибо